Многие представляют, что сверлить либо керамику, либо стекло можно вот таким вот буром, но можно не только им. Продаются вот такие вот интересные короночки с алмазными напайками. Но здесь тоже не всё так просто. И сейчас я покажу, как ими просверлить любую поверхность стекла. Что нам для этого понадобится? Вот такая вот коронка, подходящая по диаметру к этому примерно. Вот такое вот сверло по дереву, подходящее под эту коронку, по диаметру примерно. Такой вот небольшой кусочек фанеры, бутылка с водой и иголка от шприца. Начинаем! Первое на первое, что нам нужно сделать, это подготовить отверстие. Затем, естественно, это всё зашкуриваем. Следующее, что нам нужно сделать, это проткнуть в бутылке небольшое отверстие, где-то примерно посредине. Пока это можно закрыть таким образом. Также я взял немного старых полотенец, ветоши. Следующее, нам нужно подготовить рабочее место, рабочее пространство. Как я повторяю, я взял для этого старые полотенца. Чтобы, во-первых, не намочить стол. Тренироваться будем на вот такой вот бутылке из-под глинтвейна. Я притянул немного струбцинкой, чтобы у нас не ёрзала бутылка. Зажимаем, попробуем первой. Повторяю, нужен шаблон. Вынимаем иглу, откручиваем. И начинаем. Вот уже формовка у нас готова. Есть. Я думаю, многим видно, что отверстие идеально ровное, без сколов. Сейчас с другой стороны попробуем большую коронку. Попробуем большую коронку. Включаем воду. И, как видно, уже почти готово. Сейчас досверну на маленькой скорости. Ну, а я думаю, видно, что просверлилась идеально. Главное, что стенки ровные. Потому что от бура стенки будут завалены в любом случае. Попробуем, наверное, маленькую баночку. Вода пошла. Есть. Здесь даже осталась небольшая линза. Ну, я думаю, многие убедились, что это работает. Что все-таки данные короночки – это обалденная вещь. И можно также сверлить керамику. Но у меня, к сожалению, нет под рукой, чтобы просверлить что-то керамическое. Но я думаю, многие додумываются, как использовать им, к примеру, на бутылках, на банках, на еще чем-то. То есть, это какие-то декоративные функции, в принципе, можно выполнить. Ну, а я прошу вас прокомментировать, поставить лайк, либо дизлайк. И не забывайте подписываться, тех, кто еще не подписался на канал. И до скорого. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.